Приветствую, дорогой зритель! Как всегда, лучший геймплей и лучшие игроки со всей планеты в PUBG Mobile. И сегодня у нас один из самых интересных людей, который открыл свой собственный способ двигаться, довел его до невероятнейшего мастерства и с помощью подобного метода движений и стрельбы практически становится неуязвимым. Единственное, что это очень трудозатратно в плане нажатия кнопок и не всегда он его использует, а в таких достаточно серьезных критических моментах. Здесь сейчас 22 человека на локации и уже 5 фрагов есть. Это неплохо. Но врагов много, каждый из них хочет проявить себя и убить этого человека, как только его видят. В чате, в килл-чате, его никнейм. Сразу же кто-то боится, а кто-то находит для себя вот такой вот челлендж. Посмотрите, парень бежит с зигзагами. Выпрыгивает крайне агрессивно. За счет выстрела и одновременного взрыва он не смог попасть по райдину. И тот кое-как увернулся. Но пока что секретных движений показано не было. Бережет, бережет для более серьезной ситуации бежать. Поджегся очень жестко. Ну и конечно же, друзья, спонсором сегодняшнего видео является компания 1Х. Самая надежная, с лучшими предложениями. Поэтому если вам нравится наблюдать за киберспортом и спортом, вы хотите улучшить эмоции, то в закрепленном комментарии под роликом вы легко найдете ссылочку. И по промокоду ИРОКЕС вы получите до 520 долларов бонусом. Я вам желаю, конечно же, только удачи и всегда лишь только побед. Специально здесь сделает сугроб для того, чтобы организовать башню. Некоторые форты за стеной, которые позволят ему вот так выглядывать из неожиданных мест. Но этот парень ожидал. Это было неприятно. Рэйдин ругается. Немножечко расстроился и сагрессировал только что. Прямо в экран, прямо в микрофон. Благо, что не сломал планшет. Это уже четвертый планшет. За этот месяц, который он разбивает, то об голову, ну не себе, естественно, кому-то, то об колено, папка Лена уже себе. Да еще обо что-то. Самая сильная его локация, это вот эти общежития на школе. И здесь как раз таки ему нет равных. Он знает каждый уголок. Он знает каждый вариант выбивания из комнаты. Любой карниз. Все под его контролем. До мельчайших деталей и подробностей. Он даже знает скорость поднятия соперника с первого этажа до третьего. Для того, чтобы рассчитывать, получится ли у него убить того или иного человека, который выходит на него с агрессией. Согласитесь, это жесткие знания. Такие есть только у мега-ультимейт-супер-профессионалов. Ну а вот они, сегодняшние победители розыгрыша ЮСишек. И все эти ЮСи предоставлены лучшим магазином ОнТоп ЮСи Шоп. Там, друзья, всегда самые выгодные цены. Отличные предложения. Большое количество способов оплаты. Все удобно, надежно, быстро, безопасно. Поэтому переходите по ссылочке в описании или к юркоду, который надо мной. Подписывайтесь на магазин ОнТопа, ведь если вы подписаны, то у вас больше шанс победить в розыгрыше и завалутать ЮСи бесплатно. Ну и, конечно же, если вам нужно купить ЮСи, то делаем это в ОнТоп ЮСи Шоп. Ожидает нужный момент для того, чтобы принять парней или девушек. Там еще вроде как была мадам, которая что-то пыталась сказать. Ну а я, конечно же, друзья, напоминаю про бесплатные ЮСишки, которые я раздаю в каждом видео. Для этого нужно лишь зайти в мой Телеграм-канал, подписаться на него и под постом с этим роликом написать в комментариях ваш айди в PUBG мобайле. И уже завтра трое счастливчиков получат по 325 ЮСи и будут показаны в следующем ролике. Так что обязательно дерзайте. Но не жульничайте. Нельзя делать несколько аккаунтов и с них писать разные айди. И не надо спамить. Там выбирают все равно по человеку. Поэтому один раз написали айди и вы красавчик. Флешка! Флешка! Такого никогда вы не видели! Это просто за гранью киберспорта! Эту гранату используют лишь избранные, но в данный момент соперник стоял слишком далеко и она не сработала должным образом. Мне показалось ли он взял канистру с бензином? А для чего? Неужели это какой-то супер интересный план? Здесь специально байтит игрока на то, чтобы тот выглянул в это окно. Я уверен, вы все прекрасно знаете, что это окно крайне сильный инструмент и ресурс принятия на лестнице. И вот сейчас в две стороны пытаются парни размотать Родина, но он был к этому готов. Полегчайше разделил и властвовал ими. И следующая катка, почему? Наверное, все-таки нашелся кто-то сильнейший на данных общежитиях. И здесь уже Родин решил нам не показывать свои минуты поражений, если такие были. Мы не узнаем этого больше. Никогда он решил уйти непобежденным. А здесь сейчас это матч, друзья. По крайней мере, как он анонсировал в самом начале на 37 убийств на ранге Асдоминатор. Вы готовы? Ой, какая отличная фишка вылазения на крышу. Посмотрите, как это сделал играючи, как он это легко организовал. И вот сейчас, мне кажется, будут те самые движения. Те самые невероятные пекания, которые умеет делать только этот араб. Пока что он, правда, обманывает соперника гранатой, отлично пробросив ее под ноги. Враг не мог ее никак ожидать и увернуться, потому что она была сразу же взорванная так называемая граната моменталка. Когда ты ее заметил, она уже взрывается и это уже стопроцентная смерть. И вот они, вот они те самые движения. Посмотрите, он держит оппонента перед собой, сам находится за укрытием и выглядывает на такие микроскопические пиксели, что его практически не видно. Естественно, попасть по нему невозможно, потому что он выглядывает на самые малые промежутки времени. И враг пока среагирует, пока она ведется, та самая маленькая часть модельки, которая выглядывала из-за укрытия, уже уходит в сторону. Только самые сильные стрелки с невероятнейшей реакцией успевают на подобное как-то ответить, но есть секрет... Ой, какая трехочковая граната. Есть секрет, если хотите, я вам его расскажу. Я расскажу, как играть против Райдина. Я расскажу, как побеждать таких вот супер-мега ультимейт пикальщиков. И ответ просто самому сидеть за укрытием и не вылазить не подходит. Это не секрет, это очкошничество. А секрет заключается в том, что нужно предугадать. Обычно эти игроки вылазят слева, справа, слева, справа. А значит, ты не реагируешь с одной стороны, когда он вылезает, например, слева, и сразу же наводишься заранее на правую сторону. И когда он вылазит, у тебя будет шанс среагировать гораздо быстрее, потому что ты уже навелся, тебе не нужно тратить эти самые миллисекунды. Вот он, он, секрет. Пользуйся, дружище, все для тебя. Но соперники в этой катке, естественно, такого секрета не знают, они уже не смотрели данный видос, поэтому у Райдина есть все шансы невероятнейше наказать любого, кто на него выйдет. Очень опасно, но решил перерезать этого парнягу, потому что остальные не смогут подойти из-за молотова. Сделал даже два молотова для того, чтобы продлить его по времени, чтобы успеть похилиться и спокойно принимать оставшихся представителей данного сквада. опыт внизу как минимум двух пар ног лично я могу различить, а поменял АВМ на М, на помповик, конечно же, хотел сказать, на МГ-3. Тоже отличительная черта этого парня это невероятнейшая адаптивность, он не отыгрывает так, как принято, он отыгрывает так, как благоволит ситуация. Здесь сейчас ему не нужен АВМ, а дробовик поможет. Дробовик даст тебе различные возможности. Потом ничего не мешает, если ты переиграешь этот сквад взять АВМ обратно. А если не переиграешь, то и зачем это все было нужно? По-моему, совершенно логично. Жидает нужного момента, совершенно не торопится, торопиться абсолютно некуда. Забаррикадировал парня слева для того, чтобы оставаться один на один. И это, это козырный угол Райдина. Кухонное убийство это называется. Он всегда перепрыгивает вот так дверь, соперник забивается в угол кухни, но соперник не знает, что конкретно есть секретный угол под небольшим наклоном, при котором можно прострелить вот в эту щель. И вы сами только что видели, что это работает. И это работает практически в каждом его видосе. Он каждый раз так убивает игрока, который запирается в кухне. А это связано с тем, что разработчики видимо специально расположили вон ту газовую плиту в углу и ты не можешь забиться прям в самый самый угол. из-за этого имеется такая вот щель для простреливания. Ой-ой-ой-ой-ой! Прочекал с помощью снежной пушки человека спереди и это получилось сделать. То есть он просто стрельнул наугад, но увидел, что не образовалось снежного кома. А значит, что там есть какой-то соперник. А значит, что при втором попадании он превратится в снеговика. Опасная ситуация! Один в два! Но он ее выигрывает легчайше. И это очко! Простейший, простейший розыгрыш оказался благодаря MG3 и невероятнейшему ДПСу. Ну и плюс, конечно же, агрессивной стрельбе. Парень специально вылазит, пекается, но его можно за это наказать с АВМа. Вот он нас ждет и попытался сделать супербыстрый ультимейт выстрел и это получилось! Это невозможно! Это невозможно было никак переиграть. На это невозможно среагировать. Данный парень, если что, друзья мои, средняя реакция супер киберспортсмена 0,25 секунды. Это очень хорошая реакция. У обычного игрока она в разы больше, то есть хуже, то есть он реагирует медленнее. И здесь даже этих 0,25 секунды не хватило бы, когда ты видишь эту голову, видишь этот АВМ и стрельнуть первому, потому что Райдин все сделал заранее. Это был супер префаер выстрел. Невероятнейший, невероятнейший утыгрыш. Но здесь просто зажали толпой. Толпой угас от даже льва и нам он показывает свой ранг. Это АС доминатор. Посмотрите, три игрока выбежало одновременно. Вот только таким способом можно переиграть данного араба. Только только три мяса. И, конечно же, еще один матч. Как же без этого? Нельзя уходить после такого вот зажима, так скажем, когда тебя просто зажали. Но здесь я не знаю, как можно было отыграть. Если кто знает, как противоборствовать сразу троим игрокам, которые выбегают и просто давят тебя числом количеством, то напишите об этом в комментариях. Будем знать вместе. Снова использует сугроб. Это очень крутая обманка, потому что игроки привыкли, что отсюда невозможно настрелять. Там балкон, тут забор высотой, который не дает выглянуть никому. Моделька роста не позволяет. И парни поэтому бегают достаточно на их взгляд безопасно, достаточно уверенно. Они думают, что им ничего не будет. И этим пользуются, конечно же. Райден, райдин. О, какая хорошая граната. 9 фрагов, 69 было. Ой, красиво было, 69 9. Еще одну прокидывает на крышу, но я так понимаю, что гранату он просто выбросил, поскольку здесь были слышны шаги. Опасно вышел, опасно! Но соперник не попадал. Это повезло. Еще одна хаешка вот здесь уже более уверенная. неужели он ей прострелит запрыгивание в окно? Это неожиданно! Это опять же нестандартный плей. Все игроки думают, что забраться на эту крышу, на этот чердак можно только по лестнице. а здесь резкий вот такой вот залет, более выполненный настолько быстро и неожиданно естественно приносит свои плоды. А как же ты теперь залезешь обратно на оленей? Хотя наверное это можно будет сделать с помощью сугроба. не олень благополучно сам опустился. Так хорошо с его стороны. Ай-яй-яй-яй! Высота решает, дружочек. Кто сверху, тот и прав. Запомни это раз и навсегда. Ну и похоже, что данный олень дождался своего хозяина и снова он приехал на школьной общаге. Снова он в своей стезе дружище ты зачем в огонь наступил? Он же горячий. Тебя что даже в детстве не научили из Майнкрафта в лаву не наступать? Ну это же первое правило. Опа все теперь он в неприступной крепости. Зайти сюда невозможно. Похоже, что сделал выводы после предыдущего вот этого пуша от троих. парень в поле. Такие это легчайший фраг и это очко! Отлично! Пробрасывает еще один молотов, правда теперь его сугробы могут сыграть злую шутку. Теперь он сам для себя заблокировал один из путей отхода, притом более правильный. почему правильный? Потому что если бежать на кухню, то тебя можно настрелять в спину через дверь. Точнее не на кухню, а в дальнюю комнату. А если на кухню, то нельзя. Ты убегаешь в сторону. Хороший рикошет теоретически это могло бы быть так, что граната от стенки попадает в оконную раму и разрывает этому челу задницу. И это тогда была бы самая невероятнейшая граната на планете. Но так не получилось. Слишком сложные рикошеты. Да что же такое? Да нет! Но подождите, подождите. Все хорошо. Реанимация работает. Благо не потратил ее ранее. И сейчас прилетит. Выпивает кофеечку для бодрости. из маленькой чашечки. Потому что много кофе пить вредно. Ой, хороший, хороший спрейс юмпа. Кстати, вот, на мой взгляд, юмп это сейчас одно из самых сильных оружий, с которым я рекомендую всем играть. Это реально очень мощный агрегат, который закрывает даже не только на ближнюю, но и на ближне-среднюю дистанцию. Вот посмотрите, как он вообще не оставляет ни малейшего шанса. Очень хороший урон. Гораздо более хороший, чем вот, например, сейчас Сауга. Хотя процент попаданий был приблизительно похожий. не оставляет. Идет замах на матч 30+, ой-ой-ой-ой-ой, это минус два, это минус два должно быть, да-да, нокнул двоих сразу, и третий в открытом поле, естественно, его тоже сейчас будет пытаться перестрелять с Сауга. Он сам себя превратил в Снеговика! Но вышел. Вышел из этой ситуации. Можно пытаться ломать стога, именно это, Райдин и делает, и забирает еще одного, и это супер-очко! Красиво! И еще, внимание, 8 игроков на карте. Ох, этот матч становится легендарным. довольно другой. Заметил, заметил этого парня, я еще думаю, мне показалось или не показалось, что что-то там в траве, чего там быть не должно, что-то темноватое. И снова та же ситуация, и та же позиция. Там уже умерло трое, и похоже, это те самые трое, они решили залутать свои же трупы, но похоже, что они просто их продублируют. Где еще один друг? Вот он, он был, а попадание! Что за киберспортивная стрельба? Это было очень красиво. Такого мы с вами не видели давно. Какой же невероятнейший геймплей. шедевральная катка, я не побоюсь этого слова. И сейчас еще, еще одно попадание, нет, не в голову, но это не важно, сейчас вот можно в голову. Вот конкретно в этом случае, когда у соперника третья шапка, теоретически попадание в пузо может даже сыграть вам на руку. почему вы спросите, это же нелогично. Но не совсем. Если ты попадаешь в голову, у него остается мало здоровья, и он уже не пекается и хилится. Но если ты попадаешь в пузо, у него еще где-то чуть больше половины, и многие соперники продолжают пекать, потому что они уверены в себе. И на этом можно его поймать. Неожиданный туалетный воин! Сердце прихватило!